Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Сегодня подробно о том, что рассматривали и принимали на своем очередном заседании депутаты Рязанской городской думы вместе с нами в студии глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Андрей Анатольевич, еще раз. Здравствуйте, Игорь Иванович. Ну что ж, начнем рассказывать о том, что мы сегодня обсуждали и что принимали. Ну, наверное, самые такие вот большие дискуссии возникли в вопросе организации в городе Рязани платных парковок. Тема, которую мы уже как-то в одну из наших программ с вами затрагивали, тем не менее, как бы вот она очень важна, понятно, что она актуальна и без организации платных парковок, как показывает опыт других регионов, к сожалению, никуда. Давайте подробно о том, что мы сегодня все-таки приняли. Речь идет о крупных городах. Не только нашей страны, а о мировой практике. Если крупный город, если город с достаточно неплохим положением экономическим, естественно, у жителей возникают потребности в приобретении личного автомобильного транспорта. И Рязань здесь не является исключением. И мы видим, какое обилие машин сопровождает всю нашу жизнь в световом времени. Значит, то, что касается улиц, они все заполнены машинами, заполнены автотранспортом. И с этой ситуацией надо что-то делать, потому что иной раз возникает ситуация, когда и с чрезвычайных служб автомобильная техника не способна добраться до нужного места. И в городе создаются пробки из-за этого. Ведь грамотная, правильная выстроенная инфраструктура транспортная – это показатель комфортности города, комфортности пребывания в нем жителей. Поэтому вопросы очень важны. И мы от этого вопроса не отойдем. И мы должны решать эту проблему. Решать очень продуманно, поэтапно. На одном из наших заседаний было принято положение об организации парковок. Мы, кстати, тогда в начале года практически выступили инициаторами вот этого вопроса. Администрация города внесла свои коррективы, потом уже документ был утвержден в окончательном виде Думой. Но это было начало пути. Нам еще предстоит очень много сделать. Сегодня вопрос поднимали уже сразу о ликвотах и о других вопросах говорили. Но мы считаем, что эти вопросы, они, безусловно, будут рассмотрены. Но тогда, когда базовый пакет документов будет окончательно сформировано. То есть сегодня на заседании, давайте поясним это нашим зрителям, мы приняли, в общем, некий базис, некую рыбу, скелет, который со временем начнет обрастать мясо. Мы приняли то, что касается, да, совершенно верно, это касается именно финансовых расчетов. И мы говорим о методиках расчетов. Вот методика сегодня была принята. А дальше предстоят очень серьезные шаги. Я так считаю, что здесь жители не должны беспокоиться. Во-первых, это системные меры. И они должны быть системными в плане выстраивания не только парковочных мест, но и определения, какие улицы несут на себе большую нагрузку, где серьезная та ситуация, о которой я говорил чуть раньше, где возможно парковаться, а где нельзя сделать даже остановку. И это вопросы, которые решаются в комплексе с установкой соответствующих знаков, с предоставлением возможностей жителям нашего города и гостям нашего города оставлять свой автотранспорт там, где ему должно находиться. поэтому система, это не просто вот установить парковки. Это не такой, знаете, линейный вопрос. Это вопрос сложный. Потому что если мы устанавливаем где-то запрещающие моменты, то мы должны, соответственно, предоставлять условия для того, чтобы жители или гости нашего города могли определиться, где им поставить свой автотранспорт. И действительно, это дело не одного дня, потому что есть инвесторы, которые готовы прийти в Рязань и вот эту систему инфраструктурную, транспортную отладить. Сейчас мы не одно уже совещание провели вместе с администрацией города, и мы внимательно смотрим, что предлагается, как предлагается. Мы не торопимся. И сегодня также мы об этом заявили, что прежде чем назначать даже цену за парковочные места, надо очень все внимательно подумать. И выслушать людей. И выслушать людей, и посмотреть, что предлагается, потому что можно цену сто раз переназначать. Но, на мой взгляд, надо прийти к очень сбалансированной, продуманной позиции, которая уже выстраивается, исходя из того, что предлагается реально и что подходит для нашего города. Поэтому мы здесь не торопимся, но эту работу ведем постепенно и поэтапно. Ну, еще раз резюмирую. Сегодня на заседании принято некий скелет, скажем, который со временем будет обрастать мясом. Вопросы, где именно будут зоны платной парковки, сколько будет стоить парковка, будут ли льготные категории. Если да, то какие? Это вопросы, которые будут рассматриваться в дальнейшем, которые будут обсуждаться посредством, в том числе, и публичных слушаний с гражданами нашего города. Безусловно. У нас есть и общественная палата, есть у нас общественные советы. Мы приглашаем на свои заседания и на совещания, скажем, представителей общественности, и это делаем постоянно. Поэтому здесь у нас нет вопроса, нет, вернее, колуарности. Здесь у нас открытость, и мы здесь с жителями вместе должны это рассмотреть, принять, определиться и затем уже вынести вопросы на утверждение. Сегодня были объявлены публичные слушания на 25 ноября по изменению зонирования в части парка морской славы в Канищево. Планируется в парке, первое, построить православный храм, второе, расширить границы действующего парка, сделать его более благоустроенным, и это, наверное, даже самое главное. Вот если можно, пару слов давайте скажем об этом. На рассмотрение депутатов городской думы, на комитет по муниципальной собственности, имущественным вопросам, был представлен проект, концепция, вернее, развитие парка морской славы. Были встречи, и ваши встречи, и встречи совместно с администрацией города, и всех депутатов, которые связаны с округом, именно с микрорайоном Канищево, встречи, на которых жители обсуждали также эту концепцию. Концепция включает в себя пожелания жителей, и администрация города максимально учла те пожелания, которые были высказаны на тех встречах. Концепция была предложена и рассмотрена на заседании комитета депутатами. Она получила свою поддержку одобрения, потому что мы говорим о благоустройстве, мы говорим и о зонах отдыха, мы говорим и о мемориальных зонах. Парк морской славы – это парк, который появился сравнительно недавно в нашем городе. Но из обычного пустыря, приовраженного, мы здесь можем уже сегодня войти в это замечательное пространство и отдохнуть, погулять, подышать чистым воздухом и так далее. Парк очень интересен, поскольку наши, не только о нем заботились наши общественники, мы это понимаем и отдаем им должное, также о нем позаботились и ветераны военно-морского флота. В последнее время мы видим сколько очень, я бы даже сказал, экспонатов выставлено в этом парке интереснейших. Дети подходят, смотрят, задают вопросы своим родителям, они вынуждены посмотреть что-то интересное, литературу почитать, по крайней мере дополнительно, чтобы что-то им рассказать, связанное с военно-морским флотом. И, конечно, очень много мероприятий проходит в парке. Парк имеет и большей частью такую зону отдыха и культурную зону, но еще и этот парк очень хорошо работает на патриотическое воспитание. Поэтому связанное с морской тематикой пространство, оно является основной чертой вот этого парка. Согласно концепции, в этом парке есть мемориальные места и предлагается также построить храм, посвященный памяти великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова, а также посвятить его, крестителю Руси, Владимиру Первому или, как мы все знаем, Владимиру Красное Солнышко, Киевскому князю, объединителю под Киевской Русью, объединителю больших землей или княжеств. Поэтому вопросы очень важные, вопросы, которые способствуют и патриотическому воспитанию, изучению истории, работы действительно с населением, в правильном направлении, и мы считаем, что это очень важно. То, что касается территории, которая сегодня, вернее, то, что касается вопроса, который мы сегодня рассматривали и мы назначили публичные слушания, они касаются отвода небольшого участка земли под строительство храма. При этом администрация города нами была поставлена задача предусмотреть здесь же, на территории, примыкающей к парку, участок земли, аналогичный по площади, и включить его в зонирование как зеленая зона. Поэтому количество зеленых зон у нас в Рязани не уменьшается. И это была наша принципиальная позиция. Получил этот проект одобрение как на комитете, так и на сегодняшнем заседании. Мы назначили публичные слушания, они пройдут у нас в 20-х числах, в ноябре месяце, и там будет возможность рассмотреть уже конкретный проект. Инициатором строительства храма выступает Рязанская митрополия, и здесь все стороны будут иметь возможность рассмотреть этот проект, высказать свои пожелания, замечания, ну а затем уже будет принято на публично слушаниях решения, которое, безусловно, будет доведено до депутатского корпуса, ну а дальше уже будем решать последующие вопросы. Что же, благодарю вас, Андрей Анатольевич, спасибо, что нашли время и, как обычно, ответили на наши вопросы по окончании заседания Думы. Спасибо. Андрей Кашаев, глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской думы о сегодняшнем заседании городского депутатского корпуса.